Здравствуйте! Многие, наверное, из вас знают эту игру Minecraft. Кто-то читал, кто-то видел в интернете, у кого-то играют дети данной игры. Потому что это компьютерная игра, она сейчас широко популярна. С 2014 года она принадлежит компании Microsoft. Пропагандируется во многих странах мира, и во многих образовательных учреждениях уже введены официальные уроки по данной игре. Сейчас перед вами скриншоты классических Minecraft для Windows 7. В принципе, работает на Windows 10 тоже спокойно. Сначала нужно купить, естественно, официальную версию Minecraft за 1900 рублей на официальном сайте. Потом ее скачать, установить. И при запуске лаунчера у нас открываются такие окошки, где мы можем прочитать новости с сайта Minecraft, использовать скины, изменить какие-то настройки, параметры запуска. В принципе, здесь не так уж много, что можно редактировать. Но версий, в принципе, достаточно. Здесь можно различные версии использовать. У нас установлена версия 1.7.10. Вы, наверное, удивитесь, почему такая версия, для чего она. Дело в том, что моя дочь проходила курсы по программированию черепашек в Minecraft, где пригодилась данная версия для того, чтобы программировать черепашек. Что могут делать черепашки в данной версии? Они могут строить радугу, они могут строить забор, дома, могут рыть канавки, могут полоть цветы и так далее и тому подобное. В принципе, для маленьких детей начальных классов будет интересно и полезно посмотреть, как же это можно программировать в данной игре. А так, последняя версия сейчас это 1.12.2. На подходе версия 1.13. При запуске игры мы видим вот такие окошечка. Нажимаем зеленую вкладку «Играть». У нас дополнительно окошечко открывается Minecraft, где мы видим возможности. Можно в одиночную игру поиграть, где только ты в образе персонажа Стива, Алекса ходишь и играешь в этой игре. Либо использовать сетевую игру с компанией, с друзьями, по путешествиям. Также можно использовать реалмсы и моды. Сейчас посмотрим, что же такого интересного у нас в данной игре. Если данная графика не очень, так сказать, комфортна для глаз взрослого человека, то в ней свободно осваиваются дети, играют и им это нравится. Обратите внимание здесь на скриншоты. Данные скриншоты показывают о том, что можно создать различные зоопарки, парки, где прогулятся различные животные. В данном случае дочь создала зоопарк стеклянными стенами, для того, чтобы животным летом было тепло и светло. Из животных здесь представлены белые медведи, попугайчики. Конечно же, много других различных животных. При этом не обязательно использовать только стекло. Можно использовать и деревянные стены, как в этом варианте. Причем для того, чтобы настроить освещение, можно использовать факелы. Сейчас обратимся к версии Minecraft для Windows 10. Для того, чтобы установить данную версию на свой компьютер, достаточно зайти в магазин Windows для 10 и установить ее там. Если уже у вас было приобретено Minecraft за 1900 рублей, то, чтобы скачать Windows 10, дополнительно не нужно оплачивать ничего. Просто заходите в магазин и скачивайте бесплатно там. Устанавливайте на свой компьютер. Здесь более широкие возможности. Здесь можно за дополнительную плату приобрести скины, текстуры, миры, миксы. Но, естественно, нужно за это потратить деньги. Если мы обратимся к вкладке со скинами, то видим, что часть из них по умолчанию доступна, а некоторые закрыты. То есть нужно приобретать деньги. Но если вы скачаете скины, папку со скинами из интернета, дополнительно установите к себе на компьютер, то через данную вкладку можно загружать свои уже скины и играть с помощью них. Также здесь есть возможность добавлять друзей, чтобы вместе играть в одном мире. Но для этого, естественно, у вашего друга должна быть установлена та же версия Minecraft, и компьютер должен быть той же операционной системы. При этом нужно быть зарегистрированным пользователем Xbox. Даже если у вас друзей нет, не страшно. Их можно найти на различных серверах. При этом уже есть в данной версии Minecraft бесплатные серверы. Просто заходишь в них и играешь с различными неизвестными пользователями, которые тоже зашли в данные серверы. Далее, если же приобретать Minecraft Windows 10 для образовательных учреждений, здесь нужно обязательно иметь учетную запись Office 365 для образовательных учреждений. Только в этом случае можно приобрести в магазине Windows Триал версию Education Edition. Если обычный Minecraft можно установить на 10 компьютеров бесплатно, то для образовательных учреждений можно подключить бесплатно до 25 пользователей, в данном случае учеников. Визуально Minecraft Education Edition тоже похож на предыдущую версию, которая была показана выше. Здесь также можно играть, делать настройки и редактировать свои скины. Но скины уже здесь бесплатные, они открыты и можно использовать любые на выбор по желанию. Здесь есть скины для праздников, для игры в городе, для игры в деревне, на праздники по профессиям и так далее. Вот, например, скин медсестры. Далее, создавать миры можно неограниченное количество, так же, как и в обычном Minecraft. Но здесь уже есть дополнительные миры, которые можно скачать и установить с сайта, с официального сайта Minecraft Classroom. В данном случае здесь мы видим вторая вкладочка «Мир химии». Есть также уроки химии, есть шаблоны городов, рек, пляжей и так далее и тому подобное. Их можно скачать, установить и редактировать, то есть менять уровень сложности, тип мира, настройки для класса. Чем они отличаются от предыдущих? Тем, что здесь в настройках для класса можно включать читы, показывать координаты, настраивать погоду, чтобы всегда был день, например, чтобы никакого урона не было игрокам и так далее и тому подобное. При этом учитель, он может отслеживать перемещаемость учащихся и перемещать их самостоятельно, то есть возвращать с одной точки на другую, на плоскости. При этом в данной версии имеется возможность ограничить территорию присутствия учеников, используя определенные кубики. Сейчас перед вами скриншот, на котором вы видите дощечку, на которой даны инструкции. Это мобы Minecraft. Такие дощечки присутствуют в образовательной версии и позволяют учителям писать задания, инструкции, задачи для учащихся. При этом здесь есть игровые персонажи. Они не играют, они никак не взаимодействуют с вами, с игроком. Они присутствуют здесь для того, чтобы давать инструкции. Ну и просто для интерьера, я бы сказала. Здесь намного больше различных вариантов миров. Графика. Мне вот вам здесь нравится очень, потому что здесь миры продуманные, красивые, замечательные. Здесь все четко, просто, логично. Вот здесь мы видим сейчас загончики с животными. Животным даны имена, даны таблички, что это овечка, она популярна из-за своей шерсти и так далее. То есть здесь можно давать даже описание животным. Таким образом, здесь создается не просто зоопарк, а уже животным даются имена, и можно писать информацию данных животных. То есть для учителей биологии или для учителей начальных классов можно создавать такие небольшие проекты. Совсем. Сейчас мы возвращаемся к мирам. Смотрим, что здесь их можно создавать, редактировать, загружать. Так, вот еще раз просмотрим мир химии. Здесь в режиме игры по умолчанию творческий уровень сложности мирно, здесь все спокойно. Причем, смотрите, настройки для класса. Здесь читы включаются, показываются координаты, всегда день. Показать настройки класса, то есть идеальная погода. Разрешать мобов можно. Разрешать разрушительные предметы, либо запрещать. Урон от игроков тоже запрещать, либо разрешать. Неизменяемый мир и урон игрок против игрока и так далее. То есть это можно посмотреть. Причем здесь есть вкладка по обучению. То есть если учитель, либо учащийся не знают, как работать, как перемещаться по миру в Майнкрафте, какие вообще животные, из-за чего они, какой транспорт есть, вообще настройки игры, уровень сложности, что-то такое. То есть здесь можно по вкладочкам пройти, вкладки с левой стороны почитать и уже понять, что в Майнкрафте вы можете обзависеть собственной животноводческой фермой. Животноводство позволяет получить множество ресурсов, включая шерсть, яйца и сырое мясо. То есть смотрите, здесь можно заниматься животноводством. Тем, кто увлекается транспортом, ну здесь есть небольшой транспорт, можно тоже этим позаниматься. Можно в торговле заняться с селянами, потому что селяне они миролюбивые, такие жители здесь есть, с семьями они живут, либо поодиночке в домиках, можно к ним приходить. Правда, они такие необщительные, но в принципе к ним можно зайти спокойно и посмотреть, как они живут. Вот мы сейчас видим, как используют кнопки для перемещения, что нажимать. При этом, если у вас есть реал, то можно поделиться ссылкой на данный реал, и любой, кто может подключиться уже к реал, он может играть вместе с учащимися в данной игре. Ну, либо учащиеся дистанционно могут из разных классов играть в одном мире. Сейчас перед вами скриншот из мира химии. Здесь огромное количество различных инструментов, которые очень помогут учителю химии, учащимся, для того, чтобы разобраться с химическими элементами, с таблицей химических элементов. Посмотрите, здесь и микроскопы есть, и конструкторы, и те, которые объединяют вещества, элементы, те, которые их разъединяют. Также есть фотоаппарат. Дети очень быстро учатся крафтить. Крафтить, создавать свои предметы. Но в интернете можно найти сайты, вики-сайты, на которых даны инструкции по тому, как правильно крафтить. Их огромное количество, этих рецептов. Например, чтобы получить верстак, нам нужны любые доски, всего 4 штуки. Мы распределяем и получаем верстак. Если нам нужна палка, мы используем вообще для изготовления факелов. Например, палка нужна. Мы создаем любые доски, берем и получаем палку. Из палки мы добавляем уголь и получаем таким образом древесный уголь. Или древесный уголь, получаем факел. И таких огромное количество инструкций. С моей точки, одним из полезных инструментов или возможностей Minecraft Education является то, что здесь можно программировать. Дело в том, что здесь есть Code Connection, который позволяет добавлять дополнительные сервисы по программированию. Например, code.org. Кто знаком с часом кода, те знают данный сервис. MayCode – это сервис обычно по программированию, кодированию для девочек. Scratch – очень популярен в начальных и средних классах. И сервис Tinkia тоже. Это Scratch – более расширенная версия для образовательных учреждений. Вот сейчас вы видите их скриншоты. И обратите внимание, как выглядит скриншот Scratch и Minecraft. Здесь сервис Tinkia и сервис Minecraft час кода. Причем на данном сервисе можно скачать одну игру. Она доступна и уже играть ее в оффлайн по Minecraft, программировать. Если вы являетесь фанатом Minecraft, то, пожалуйста, в AliExpress в интернете сейчас огромное количество продукции с картинками из игры Minecraft. Это и футболки, и шорты, и различные игрушки. Если же не позволяет материальное состояние, финансовое положение приобретать, я бы не сказала, что они из дешевых игрушек, то можно скачать распечатки из интернета бумажного Minecraft, распечатать и создавать свой Minecraft в бумажном варианте. Ну что, до встречи в Minecraft. Спасибо большое за внимание.